Получить лицензию на оружие станет сложнее. Требования ужесточили. Изменение начисления оплаты за общедомовые нужды может повлечь за собой увеличение платежей. Кроме того, с сегодняшнего дня произойдут изменения в правилах дорожного движения. Подробнее об этих и других законодательных новшествах с 1 марта расскажет Наталья Хмелева. С прихода марта большой пакет законодательных поправок коснется водителей. В силу вступают изменения в правилах дорожного движения. В частности, нововведения связаны с передвижением на круговом перекрестке. Теперь приоритет на кольце отдан тем, кто едет по главной дороге. Если же пересекаются равнозначные улицы, то пропускать нужно автомобилистов, которые уже движутся по кругу. Еще одно изменение коснется водителей общественного транспорта. Теперь к работе в автобусах, трамваях и такси не будут допускаться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Речь идет о тяжких преступлениях, таких как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и другие. 1 марта при трудоустройстве водители должны в обязательном порядке предоставлять работодателю справку об отсутствии судимости. С 1 марта вырастут счета за ЖКХ, но не у всех. Поправки касаются оплаты горячей и холодной воды, электричества и водоотведения за общедомовые нужды. Теперь плата за это будет насчитываться, исходя из фактического потребления. С началом весны в силу вступают новые правила разведения огня на дачных участках. МЧС отказалась от введенных ранее жестких нормативов, установки мангалов и бочек для сжигания листвы. Отныне жарить шашлыки можно в 5 метрах от подстроек, а не в 50, как ранее, а сжигать мусор на расстоянии 15 метров от жилых объектов. Поездка на лифте станет безопаснее. С марта повышается ответственность за плохое состояние подъемников. Ростехнадзор получил право контролировать выполнение тех регламентов и постановление об организации безопасного использования и содержания лифтов. В случае обнаружения нарушений, ведомство вправе оштрафовать ответственную за эксплуатацию компанию. Ранее Ростехнадзор был лишен таких полномочий. С 1 марта в России ужесточится контроль за оборотом оружия. В медицинское обследование будет включена проверка психоатрического характера, анализы на наркотики и психотропные вещества. А тем, кто ее не прошел, будет запрещено приобретение, хранение, ношение и использование оружия. На официальном правовом портале Госдумы пояснили, что осмотр будет проводиться регулярно. С периодичностью раз в 5 лет. Наталья Хмелева, Местное время.